Да, у нас уже заканчивается пик третьего матча. Секреты берут Дизраптора. Ой, давай, давай. Я болею просто за сета. Думаешь, он в твоем сете будет? Кто знает, кто знает. Кто его знает. Ну, Террабле теперь на стороне секретов. Да. У ЕГЭ теперь что-то снова... Непонятное. Ну, да. Ну, то есть у них Угармаг, Скайросмаг прикольно, Джекира прикольно, Бримастер, ну, Мейнкерри кто? Ну, опять же, у секретов есть ТБ, есть Тайтхантер, есть аппарат, есть Дизрап. Есть ДП. У секретов видно опять, как все работать будет. У ЕГЭ, ну, у ЕГЭ пуш. Это просто обычный пуш. Вообще без каких-то заморочек. Да, обычный стандартный ЕГЭ пуш, который, в принципе, может закончиться хорошо, если они все сделают правильно. Если они все будут делать правильно. То есть заранее начнут забирать товара, не дадут Терраблейду на 20-й минуте пособирать вот это вот все. На самом деле мне хватает в стандартном ЕГЭ пуши хилов. Ну, мы привыкли видеть, скажем, Абадон или Дазл. Иногда Абадон или Дазл. Или Бичдоктор или Дазл. Да, или Бичдоктор. Я согласен. Иногда там может быть какой-то Некрофос. А здесь нет ни одного хила. То есть вроде и стандартный такой пуш, а вроде... Ну, а вроде он какой-то не очень. Он скорее вообще более обычный, дефолтный, он даже не ЕГЭшный. У ЕГЭ всегда, как правило, Фурион был еще в этом пуши. И пуш заключался не только в сносе Тевров. Ну, как бы это стратегия заключалась не только в сносе Тевров, но и в постоянном прессинге по всей карте. Прессинг по всей карте плюс снос Тевров за счет Фуриона. Также хил, там Абадон, за счет которых можно долго не уходить с линии, не уходить на базу. Здесь нет ни Фуриона, ни хилов. И, ну, как бы непонятно, чем это закончится. Что у него? А, это эти. Это Аркана. Это Б. Крутится прикольно. Крутится. Да, ну, понятное дело, что для Сикрет все зависит от того, дадут ли спокойную жизнь Куру, и не будет ли умирать там под Таврами слишком много. Нет, это, по-моему, не бойся. Ой, боже мой. Нет, это какая-то рыба у него под ним. Прикольная. Какой-то непонятный Маунт, абсолютно. Огромная каракатица. Юниверс теперь и на ТХД в Хардлине. Кстати, против Дизраптора в Хардлине довольно тяжело стоять. Это один из самых мерзких героев. В каком плане? Ну, он возвращает. Да, ну, типа то, что есть глимпс, да, и то, что... Да, тебе, то есть, нельзя подставляться. Если ты чуть-чуть вышел дальше положенного, то тебя просто вернут, и ты, скорее всего, умрешь. Поэтому против Дизраптора очень опасно. Да, но он показывает этого Маунта на Дизраптора, какой-то Валакул, что это такое, мы не знаем. Ну, непонятно. Ну, я видел этот сет, он такой прикольный. Да, это просто Валакул. 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 Я не знаю, как Юниверс будет стоять здесь. Он так же будет стоять, как на Свене. Ну, хотя бы мы понимаем, что... Прикольно, здесь Фард находит. Мы хотя бы понимаем, что Джакира это поинтереснее, чем Свен. Герой будет, если у него всего седьмой уровень и ботинок. Он все равно может плевать. Да, но он хоть какую-то пользу будет приносить, а не третий сплэш, да? Да, да, да. Потому что третий сплэш, это как-то прям, как-то совсем по дебилю. Это было печально, печально. Ну, здесь, кстати, Симба тоже в очень хорошей... В очень хорошей у него ситуации, потому что против него, по большому счету, стоят два милишника и Skyway Race Match на отводах. А он Тайтхантер. То есть он стоит Тайтхантера против двух милишников. Это приятно. Да, ну, тут, в принципе, да, должно быть более-менее хорошо ему. Опять-таки, это тот самый Тайтхантер, про которого мы говорили на первой карте. Это Симба Тайт. А вот и, собственно, вернули на Glimps здесь универс, и кажется, он, да, умирает. И Terrorblade зарабатывает First Blood. Элементарная ситуация. Да, да, да. Конкретно то, о чем ты говорил, то, о чем мы говорили, вообще в сумме встакается. То есть какой-то просто провальный день Evil Geniuses и хороший пик Secret, и, собственно, вот все до кучи получается вот такая вот у нас дископляска. Будем еще, конечно, смотреть, но пока... Будем посмотреть, есть такая хорошая фраза. Пока непонятно. Ну, может быть, Артизия соберется и сейчас выдаст какую-то феноменальную игру. Ну, блин, очень не хочется 3-0 и быстрое окончание, потому что финал... А хотя что, не быстрое будет окончание? А финал не перенесут поближе? Нет, финал в 2 начинается. В любом случае... Если эта игра, ну, эта игра еще минут 25 точно продлится, правильно? Да. Ну, тогда между этой игрой, между финалом будет там 40 минут паузы. А, всего-то. Так замечательно. То есть финал начинается через полтора часа и... Будет замечательно на самом деле, потому что... Стартовал-то матч попозже, потому что Secret уже опоздали. Да, да, да. Опоздуны. Будет неплохо. Но ЕГЭ рано хоронить, конечно, и все еще... Да никто их не хоронит. Может у них получиться. Только все начинается. Дискотека, скажем так. Так, ну вот пошли, собственно, ППД вместе с Заем в ганг. Смог ганг. И тут они на Симбу. Симба выходит далеко. По-моему, Симба добегался. Ну, да, 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 да. С ДД, ППД, и тут каких-либо шансов нет. Не порезал он дэмэдж ППД, это самое главное, да. И вот оно. Вот он первый фраг для команды Evil Genius. 1-1. ППД дубину забил просто. Ну да, неплохо. Дубинка из ДД. Неплохо сделана. Особо не поживешь-то против такого пацана на первых лвлах. ТХД фармит лес уже. Такой вот оффлайн ТХД, который фармит лес. Ну, а что ему фармить? Ну, да, делать нечего. Приходится фармить лес. Не очень приятно. Опять-таки, Дизраптор решает все вопросы. Надо отправляться тебе, черт по-моему, куда, что-то там выдумывать, где-то там выискивать деньги себе. Ну, это беда, конечно. ТХД это просто не самый-то оффлайн-герой. Мы как бы знаем, кто такие оффлайн-герои. Это герои с эскейпами, с какими-то живучестью повышенной, с большим МС-ом или инвизом, или там еще чем-то. ТХД нет ничего из этого. Она более-менее толстая, и все. Но более-менее она не толстая. И у нее там всего-то там два или три армора на первом руне. ХП тоже не вагон. Просто она толстая для мага. Поэтому она стоять на хардине не может, естественно. Она против никого не может. Дизраптор просто забил ей совсем гвоздь в гроб последний. Да, ну и понятное дело, сейчас Юниверс куда-то пропал подальше. У Кура мы увидим фрифарм, получается. Ну, 22-8 у Брюмастера. Да, от Фира. То есть, ну, тоже там что-то, ну, такое. Было бы странно, если бы у него не было хорошего Крепстата. А Артизи имеет 13 на 3, в то время как против него С4 имеет 18 на 4. Но одно в этой игре радует. Догона не будет, наверное. Ну, почему ты так думаешь? Ну, а где? Кто-то может купить. Ну, да, даже некому. Прикинь, игра где некому покупать Догона. Это глупая игра. Элдер Титана не глупая игра вообще. Глупая игра. Не нужная никому игра. Тут нападают на Симбу. Симба уходит с ТП. Хороший мув. В то же время справа, по-моему, нападают на Пепеди. Да, нападают на Пепеди. Убивают Пепеди. Вот у Пепеди не ушел с ТП. Симба ушел, а Пепеди не ушел. Ну, и Пупей зарабатывает фраг, а не Кура. Но в любом случае это не важно. Важно то, что пошла атака в вышку. И здесь целых 8 крипов было. И плюс иллюзии Террорблейда. Ну, Таварочек под базилочкой должен здесь, наверное, все-таки подпросесть. Так серьезно. Да умрет, конечно, Тавар. С катапульты. И там иллюзии еще потанкуют. И Куроки на Тейл забирает. Да не важно. Пятая минута. 2-1. Вышка первая упала. Куроки 36 на 7. ПТ-шка у него есть. Ну, а тут смотри, как на стаке. Для кого? Джак Кирыч. Для Разора, наверное, или для кого еще? Для Тайтхантера. Для вражеского? Для вражеского, да. Ну, вообще для Тайтхантера, я думаю. Так это стаки. Да я понимаю, но Тайтхантер должен их найти и нафармить. Ну да. Ну, я думаю... Это же закон под... Для ЕГЭ все не получается. Поэтому должно получиться так, что туда пойдет просто случайно. Ну, частично так может выйти, но я думаю, что это все-таки Деспрофит будет зафармливать. Или сам Юниверс. Ну, сам Юниверс будет их фармить очень долго. Поэтому... Он их стакает, но не фармит. На потом оставляет. Для Тайтхантера. Ой, смотри, как там круто отвели. Симба, кстати говоря, не стакает себе Эншентов. Ну, это зря. Он здесь на линии этой страдает очень серьезно. У него второй левел. Что ему тут стоять, непонятно. Я тоже не знаю. Он страдает и не стакает. Странно. Странно. Мог бы и стакать. Хотя товарищ-то на Тайде играть умеет, и мы это хорошо знаем. Но тут что-то мы видим не особо-то. Хочет страдать. Да, да, да. Хочет страдать и не стакать. Не хочет он побеждать. Он хочет мучиться, страдать. Возможно. Наталь находит реген, лечит еще Пупея. Не, не лечит Пупея. Пупея дал реген в боттл заезжать даже так. Очень здорово. Здесь два суппорта банки отхиливались до фулл столба. Опа. Прикольная фишка. Пупей куда-то поехал. Варды ставить глубоко. Глубоко куда-то ставить варды. Поехал Пупей. Что-то ходит, думает, куда поставить. Или поставил в итоге. У магазина такой, как вард, который палит так же проход к Эншин. Не самый полезный вард на данном этапе игры на самом-то деле. Ну, не знаю. Может быть, что-то и увидит этим вардом. Да, ну а тут мы видим, все в порядке, собственно. Тут мы видим, что Пупей защищает Артурчика. Очень много стаков. Да, тут уже стаков, конечно, немерено. И больше надо идти туда. По-моему, 5. Банше надо идти туда, да. Или 4-4. Да, банше или кому-то туда сходить надо и зафармить. Безусловно. То есть, если Деспрофит пойдет фармить эти стаки, Пипи Динамиде в это время может пополучать экспу. И это тоже нормально. Дэдхантер последний по Нетворсу. Да, а Куроки уже на полторы тысячи уже почти уехал Куро. Очень много. Седьмая минута. Да, откуда же столько денег лишних-то у Куроки? Так, кстати, непонятно откуда. Тавр есть. Ну, я понимаю, если бы там был как-то Мидас. Но Мидаса же тоже нету. Тавр даже не он забрал. Да, Тавр не он забрал. А, он же лес фармит вообще. Вот такие дела. А, ну окей. Зарабатывает Грису. Да, вот Артизи пошел фармить. Вместе с Юниверсом много здесь денег. Реально много. И Артур. А маны-то нету. А маны нету. С руки избивать. Слапы, слапы. Юниверс может плюнуть. Подплюнуть. Доставляет все Артизи. Не забирает. Плюнул все-таки. Ну, на двоих, так скажем, пофармили. Потому что, понятное дело, и Юниверсу нужен седьмой левел. Да, и Артизи нужно хоть что-то иметь. Но Артизи поднялся сейчас знатно на это. Да, да, да. Где-то в районе 500 голды прям заработал. Он почти догнал разора, как бы, да? То есть это серьезно. А дальше, что интересно, после самых фармящих героев идет у нас Дизраптор. Он табр забрал тот. Вот оттуда в первую очередь. Плюс, возможно, какой-то из скиллов он забрал. Может, и не он. Он отводит там крипов. Неплохо. На Тейл дела. По-серьезному, да. Ну, игра немножко подуспокоилась. Опять-таки, Куров фармит свой лес. Дизраптор действительно на нижней линии постоял. Пофармил, сейчас прилетает сюда. И вот он смог пупейну Тейл в миде на Артура. Ой, Артур приплыл. Да. Артур здесь приплыл. Хотя... Как ему дали ультануть-то? Живет, но не живет. Как ему дали ультануть-то? Не знаю, но этот ульт не помог ему. На Тейл тоже не умрет. А, Фир здесь. У Вира есть ульта. Нет мана на ульту. Что за фигня? Но все-таки отпевает Боттл. И СФО убьет. А, и... И Нотейл умер. Нотейл тоже погиб. Вот тут плохо сыграли Сикреты. Очень плохо. Да. Нотейл тупанул. Он дал изначально ультануть Баньше. Много хп, собственно, она сняла еще до смерти. Врагам. Так что вот это вот плохо. Ну, не то чтобы он тупанул. В принципе, он не мог не дать ей кастить ульт. Ну да, она вкастила еще до того, как ее глимпсонули. Да, пока возвращалась на глимпс. Она уже вернулась как бы в Статик Шторм, но уже с ультом. Да, не самое приятное, но... Это Шфир пришел. Тот самый мейнкейр, который фармит. А Куроки-то никуда не ходил. Он там стоит себе и фармит где-то в лесу, по лесам. И по Нентворцу у него очень все здорово. По левлу очень все здорово. Ну да. А у ЕГА нету здесь вариков в лейте-те. Им надо сейчас заканчивать. Каждый заюзный ульт Брюмастера и при этом, как бы, незабранный тавр какой-то, это плохо, это время. Ну 10 минут ни одной вышки не забрали, даже не прессовали, в то время как ребята из Сикрит как раз таки тавр забрали. И Сфо прессует на миди тавр, и справа забрали. Да-да-да. Симба снова уходит с ТП. Ну и посмотрим, что дальше будет предпринимать именно ЕГЭ. Потому что вот-вот-вот-вот. Ну вот сейчас будет первый ультимейт. А, будет, конечно. 50 секунд до экзорцизма. Будет тут первый ультимейт. Миди Пипеди ушел с ТП. Не хватило буквально одного удара, собственно, ему по голове, чтобы убить Питера Даггера, а тут Пупей в лесах, находит Зая и стрельет Пупей. Дуэль. Дуэль Суппортов такая, ну, Пупей проиграл дуэль. Нечестная дуэль. Потому что пришел Артвизи, что это за дуэль? Нечестная дуэль. Ну знаешь, Легион Тельменская какая-то. Можно у Легион Командора спросить по поводу честных дуэлей. Этот все время ходит с бригадой, типа парни с митами. Бросает дуэль, и там все убивают тебя. Да-да-да, типа парень, давай с тобой один на один. А это кто? А это мои родственники. Это просто секунданты, секунданты. А почему они меня бьют? Ну, извини. Ну, извини. Дуэль ты уже проиграл. Так должно быть, да. Тедди Тавр в миде упал, забирает его Курокай. Опять-таки со своими братюнями. Ну, и Яша у него есть, 2.300 есть, там Антостайл на 13-й минуте. Ну, а здесь Пуш, Артизи уже есть ульта. Может ее юзать, но сейчас юзать ее было бы, наверное, не самое. Хотя юзает. Юзает ульту Артур. И что? И зачем он это делает? Он же умрет. Вот сейчас вернут. И его уже возвращали. Что-то я не понял. Что-то я не понял, как Артур не умер на самом деле. Одни и другие тупановили, там плазмофилдом пробило, а его вернули, и никто ничего не стал делать. Кинетик филд поставил кривой какой-то на Тейл, так что Артур появился за ним и не застрял в итоге. Да. Ощибочка, ошибочка папочки. Ну, вообще-то Артизи должен был умирать здесь по всем законам Доты. Ну, опять-таки, Артизи проюзывает в никуда экзорцизм, да, и это плюс. Да, у Куреки уже Монта. И опять же, Монта теперь уже на 12-й минуте. Они издеваются. Да. Ой-ой-ой, Симба. Выживает. О, здравствуй, Зай. И привет, Зай. Да, Зай должен умирать. Его возвращают. А почему никто не добивает? Чего бояться? Бояться того, кто придет за Заем спасать. Пришел там кто-то, там ТХД появилось, да? Да, ТХД. Не знаю, не знаю. Опять простили просто Зая, на самом деле. Потому что мог бы Тайтхантер остаться, дать просто один анкер смеш и Зая... Куро. Поймали Куро и... Но он очень жирный, у него 17 армора. С-4 и тут Брюмастеру лучше бы бежать. Так что он пытается, я не понимаю. Тут Брюмастеру надо бежать, вот и нуль топа, а он еще и битый там, ну тогда все ясно. Да, что-то Фир вообще непонятно. Что он пытается сделать? Тысяча хп и 17 армора. Не знаю. У тебя Брюмастерята бьют по 20 по нему. Беда. Ну очень плохо на самом деле все у ЕГЭ. Ужасно плохо, потому что... Учитывая счет серии 2-0, это прям вообще беда, печаль. Да, у Тироблейда есть уже монтав, только что она у него уже была. 2500 преимущества на Дортизе. Это ад. Он сейчас с этой монтой начнет выфармливать все. Так, Зая убивает этот Хантер. Ну вот подфижу, тем не менее, секрета в разных частях карты. Но Куроки, я уверен, что такую игру отпускать не собирается. Просто не собирается. Действительно, когда у Тироблейда настолько все хорошо, когда он настолько хорошо стартует, вот останавливаться и как-то отдавать преимущества, это, конечно, это нет. Кура так не делает. Так, ну что, Глимпс. Ну снова Артизи. Получает очень многое умирает. Артизи подставляется под все эти Глимпсы. Уже третий или четвертый Глимпс по нему. Один раз его простили, остальные разы как бы его не прощали. И очень посредственная игра снова от Артура. Да, что-то какие-то странные вот действительно ошибки делает Артизи. Ну вот очень не привыкли мы видеть, чтобы он так тупил. Да, привыкли мы видеть, что Артур тащит и убивает. Да, да, да. Ой, какой плазмофилд, не такой-то хороший. Тавр тем временем падает, ППД побитый. Глимпс на КД и... Да, отходит спокойно Сикреты. На топ надо перемещаться. Здесь Симба намекает, что давайте пойдем на топ, заберем там вышечку еще. Ветра у Артизи, Ветра у Юниверса синхронно появляются. Две пачки. Ну и надо идти на топ. Надо идти на топ. Да, Ветра хороший Арт против Дизраптора. Можно поднимать себя в Статик Шторме в Ветра и жить за счет этого. Это действительно хороший выбор сейчас для Артизи. Также хороший против Оперейшна, можно увернуться от ульта Оперейшна в Ветрах. Это прикольно. Также хороший против Тайда, можно увернуться от ульта Тайда в Ветрах. В общем, Ветра если хорошо контролить... Вообще лучший артефакт в Доте. Ну вот конкретно здесь действительно очень здоровский. Не считай догона. Ворвались Вич и Гейминг сюда и опять шумят. Не очень сильно пока, но уже шумят. Уже шумные. Уже сразу какой-то балаган у нас в доме. У нас в доме... Понаврывались тут вот эти разнообразные финалисты какие-то там. Да. Пепеди видит СФО. Ну а Блэк уже оторвался на 3 тысячи от Артура. И на... Ой, Кроке. Я тут смотрю на Блэка. Привет, Блэк. Привет. Как дела? Нормально? Я очень хорошо. А, ты очень хорошо. Это хорошо. Никогда? Когда? Когда? Ты выиграешь? Финал. Финал саммита выиграешь? Скажи, скажи, да. Выиграешь? Может быть. Может быть. Come on. Окей. 2-0. 2-0. 2-0. 4 секреты. Terrorblade. Кстати, Terrorblade умер, пока мы тут разговаривали с Блэком. Да, Terrorblade умер и Артизи умер. То есть как бы двух самых главных кэрри команд своих. Да, собственно, произошел размен такой маленький. Тут Пупей на топе убивает. Притом убивали их в разных местах карты. В одном месте просто гангли. Да, да. Одного персонажа. Пришел тут этот немец. Начал заигрывать к нам. Заигрывать с нами? Да. No Tail. It means no Tail. No Tail поджаривают. Тут уже он живет. Борется. Слушай, а три фрага получается подряд делают Evil Geniuses? И SF еще пытаются... Ну SF тут не убьют вообще никак. Да, сейчас всего еще раз поднимет, наверное, Фио там. Чтобы он не расслаблялся. Чтобы он не догонял. Выкупается Биг Дэдди. У него есть, естественно, Глимс. Глимсует он здесь. И неплохой, кстати, такой Глимс. И ульт-аппарата залетает по Юниверсу, который сделал тэп-аут. Но Фио убьют. Фио убьют. И, кстати говоря, умер Sky Mag еще. И на Tail будет гнаться 10 секунд. И, в принципе, он наверняка Пи-Пи-Ди может подцепиться. И Пи-Пи-Ди прямо сейчас как-то не топнется куда-то. У него нет ТП. Нет ТП. Но он сейчас его купит и будет тэпаться сразу. И... Угадает ли на Tail? Угадывает. Видит? Не видит. Лол. Чуть-чуть не... За елку хорошо спрятался. Собственно, Пи-Пи-Ди сделал. ТП. Но в любом случае, байбэк на у Тейла. Два фрага от Secret. И поехали дальше. Куроки на линии. И пошел, 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 пошел дальше. Ну, у Куроки скоро Скади уже будет. Ему до Скади остается недолго. Останавливать Террор Блейды в этой игре. Я не знаю, кем собираются Evil Geniuses. Кем собираются Evil Geniuses, оставлять здесь, останавливать здесь Террор Блейды. Ну, видимо, Баншо и Джекира, видимо. Но я не совсем понимаю... Ну, кем я понимаю, как я не понимаю. Есть неплохой шанс остановить его до БКБ. Пока у него нет БКБ, все-таки... Ну, то есть он сначала соберет... Куча маг-прокаста, куча маг-прокаста, да. Но Террор Блейд Каракубит БКБ в драке... Что-то как-то вариантов не видно. Вот, собственно... Согласен. Кир пытается драться с иллюзиями. Смотри, что они с ним делают у него. А у Куроки еще нету даже Скади. И левел 12-й, всего лишь 12-й левел. Отстойный Куроки. 18-ая минута, нет Скади и левела нет. Ну, что такое? Всего лишь 12-й левел, но пробивает он уже жестко. Вот в чем дело. То есть потенциал у Куроки здесь огромный. Ну, естественно, это Террор Блейд. И, кстати, он качал плюсики. У него нету даже на единичке этого замедления первого. Да, да, да. Странно. Ну, видимо... Как странно. Он знает, что ему надо. Ему надо фармить. Ну, возьмет попозже. Не, но замедление в единичку, оно всегда не помешает. Как бы, да. В любом случае, это будет полезнее одного там какой-то плюсика. Ну, наверное. С другой стороны. Так. Булов Натейлос. О, ой-ой-ой. Натейлос успевает, раскастит. Все, еще убегает. И вернет сейчас ППД. И Глимпсонут ППД. Нет. А что, не Глимпсонут Артизи? А Лол, вот это вот как-то тупо. Но почему он тупо? Если они убьют Артизи здесь, то это будет даже умно. Здесь ППА. Артизи очень быстрый. Артизи, да. И ППА погребает. ППА умирает. Артизи включает ульт. Слушай, тут сейчас Сепа умирает. Тут Артизи настолько круто заманил двух игроков Сикрет. Прям вообще. Царь-бог. Где ты Рэблэйн? А где ты Рэблэйн? Где ты фармит? Слушай, ну, на самом деле ты Натейл закрабил. Он мог спокойно просто сбить сейчас Глимпсоногру ТП и убить Агра. И все. А он почему-то понесся за Артизи вот эту всю карту. За двумя зайцами погонишься. Да-да-да-да-да-да-да. Гребешь люлей. Собственно, вот так получилось. Ну, опять же, Сикрет играют расхлябанно эту игру. Очень расхлябанно. У них все очень. Смотри, летит ульт по Заю. Смотри, 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 смотри. И нет. А, нет. Не угадал, не угадал. Близок был, но немножко не хватило, скажем так. Очень, кстати, был близок и мог действительно зацепить. Очень расхлябанно играют Тим Сикрет. У них все круто. У них есть Тайт Хантер с Рэйвиджем. Есть Роблэйд отожженный. Почему они либо не идут все вместе, либо не идут хотя бы 4 плюс 1, опять же. Тайт Хантер не хватает очень. И вот такой вот соло фит пошел. Тут ЕГЭ сейчас могут эту игру и... Но Тайт Хантер пока еще ни одного Рэйвиджа, по-моему, не дал. Тайт Хантер, по-моему, не давал. А если давал, то это был какой-то тухлый Рэйвидж. Потому что он совсем не запомнился. Лоха Рэйвидж. Лоха Рэйвидж, да. Он, возможно, был где-то вне экрана. Тут такими темпами Сикрет могут игру-то и закидывать. Да, но тут появляется тем временем Айвскаде. У Куроки 20 минут 47 секунд. Ему понадобилось для этого. Пока у него нет БКБ, он уязвим все равно. К Сайленсам. Есть Сайленс. Есть АУЕшный. Один Сайленс. Один Директ Сайленс. Куча станов. Могут не дать. Сфо забирает. Это Веррок. Да, ну СФОП все правильно делает. Снизу Симба видит его. Ульт-аппарата Симба прыгает подальше. Дает рэйвидж. Никого. И два ИУЛа. Два ИУЛа. Те самые. Поднял себе и Артизи, и Юниверс, и Улами. Биг Дэди тут умирает. Как же больно. Артизи умрет. И АППД умрет. Все-таки ульт-аппарата здесь порешал. Да, да, да. Отлично сыграли ЕГЭ в плане микро сейчас. Эти два ИУЛа. Но опять же. В общем, не хватит. Ну вот. Нету слова у Куроки. Не может он цепануть никого. Тут проблемы у Фира. Могли быть, но успевают сделать блинкаут. Ну и два в один. Получается, ну, Биг Дэди разменивается на двоих. Ну вот Тайт Хаттер. Ай, Зай. Зай, что ж ты здесь опять оказался? Зай какой-то очень плохой позиции. А, ну. Опа. И. Не хватает. Да, да, да. Слушай, как-то странно. Ульт по нему даже не попал. Только эффект попал. Вроде. Забавно. Это как это? Ну, типа, как-то во время прям ТП, наверное. Он, видимо, прям успел тыпнуться за долю секунды там взрыва этого шара. То есть он под фонтаном не регенится, но и демиджа ему не нанесло. Как бы он, да. Угрозы нет. Проблема просто в том, что драться с Терроблейдом просто нечем. Хотя вот Юниверс. Другого мнения. Проджигает он здесь Куроки. Но Куроки слишком толстый уже. Ну, Куроки 1800 хп. То тебе не хухры-мухры. Ну да, и он дальше будет разгоняться. Мне интересно, что он соберет себе действительно следующий макефакт. Курров, Сайленс. Надо и поговать БКБ, потому что посмотри, что происходит с Куроки. Его просто Сайленсит. И Сайленсит, и Сайленсит. И он хочет сделать... Да, он делает Сандер. И убивает одного. И убегает. Ну, Киридзельский может и второго убить. И, кстати, очень битый Ноутейл не дает пройти отсюда. Драка растягивается просто в разные стороны. Ноутейл погибнет, да? Да, Ноутейл тут убирает. Его забивает Юниверс один в один. Очень странные драки. Они происходят в разных местах. То есть, опять же, нет какой-то координации у ЕГЭ в первую очередь, потому что они нападают. Они нападают тут на одного, тут на второго. Можно было бы сейчас убить Куроки, если бы там был бы еще какой-нибудь Огр. Он бы дал бы просто стан, и никакого Сандера бы не было. Но Огр в это время... Они пытались гнаться. Опять-таки, чуть не хватило. Ну и, блин, ну, надо же думать, что у пацана закончится Сайленс, и он сделает Сандер. И начинать надо будет все сначала. Ну, вот мы видим. Не подумали до конца ЕГЭ. Не продумали, точнее, скажем так. Да, БКБ появляется у Фира. БКБ появляется у С4 одновременно. Два БКБшки. Фир неплохо. Это, кстати, БКБ очень полезное будет. Ну да, он купил БКБ против Дизраптора в первую очередь, потому что... Как можно попасть в Кольцов, кстати, к Шторму, то ты вообще не скастишь ульт. С БКБ ты точно его скастишь. Поэтому что? Правильно, нужно гоним. Кому? Дизраптору? Да. Дизраптору, возможно, он и будет фармить. У Натейла неплохо по деньгам. Он с самого начала там выходил хорошо за счет Тавера, за счет киллов. Ну и теперь у него 4000 Натворца. Это значит, что, в принципе, если захочет купить Аганим, он на него наковырять сможет. Это точно. Куроки уже сплит пушат. Пользуются Куроки... Мерзопакостные свои... О, боже мой, ты посмотри на это. Ну это жесть просто какая-то. Просто идут. И 2700 денег у него, а... Фармия Куроки. Понимаю, что это еще не метаморфозные иллюзии. Были бы метаморфозные, это вообще была бы лють какая-то. Да, это всего лишь обычные иллюзии. Но даже обычные иллюзии очень жестко напрягают, они там... 15 тысяч Натворца у Куров. В то время как у Банши 9300 и 9200 у товарища... Товарища Брюмастера. Ну откуда же столько много? Я не знаю. Ну фармят. Фармят и фармят и фармят. Что будет делать БКБ сейчас или нет? Должен, по идее. Ну может быть это будет Бабочка, потом БКБ. Но это долго, это много фармить. Бабочка стоит очень много денег. БКБ потом... В общем, чтобы купить БКБ после Бабочки, ему нужно еще 7 или 8 тысяч. Это очень много. И соответственно... Можно с Бабочкой умирать от спилов. У ЕГЭ все-таки достаточно спилов. Спилами можно убить Куроки. И если он не хочет вдруг попасть в такую неприятную ситуацию, где в какой-то драке он умирает просто от магического прокаста, нужно брать БКБ сейчас. Как бы у него уже есть артефакты, которых достаточно, чтобы быстро и уверенно фармить. Бабочку можно... И убивать. И убивать, да. Бабочку можно купить потом. БКБ нужно вот прямо сейчас. Мне так кажется. Я думаю, что Куроки должен быть примерно того же мнения о происходящем. Артизия ловит по голове. Ну, отбежать надо отсюда Артуру. Не подставляться. Да, ну игра немножечко подпритихла, но Куроки продолжает набирать обороты, а в то время как Банша с Брюмастером, они так по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, да, растут там. Ну, то есть денег зарабатывается намного меньше, чем зарабатывается Сикретом. Я думаю, если бы нам наш камерамен показал бы графики, это было бы четко видно. Но Дизраптору не хватает полторы тысячи, да, Аганима? Да, и он будет, будут они стараться делать комбу из Реведжа и дальше кидать Статик Шторм. Аганимы так поднимают здесь Пупея. Это было нападение из Смока. Пупей умирает. Но это как бы не очень страшно для Сикрет. Пупей появится уже через четверть... Четверть ста секунд. В общем, через 25 секунд появится Пупей. За это время максимум ЕГЭ успеют забрать вот этот тавер. Максимум может быть. Даже его не успеют. Ну, наверное, успеют все-таки этот тавер забрать. Но их сприт пушит уже из Фо. Он тоже тут нормально так напряжет тавер. А все остальные у Сикрет просто фармят. Да, у Сикрета мы видим, Куру находится далеко там в лесах. Симба, вот здесь Симба. Неужели будет прыгать? Будет, будет. Летит уже, видимо, сюда ультапарата. Вот ультапарата. Ой-ой-ой-ой. Юниверс не поднимает себя. Почему-то он в ветра. Что с ним такое случилось? Куру БКБ. Ну и что? Это только одного Юниверса забрали? Ну, еще Бримастера. Забирают Бримастера. И все. Забрали Бримастера просто прямо в ульте. Юниверса, я не понял, что он себя не поднял. В Иул даже... Нет, чего. Просто ни от чего не поднял себя в Иул. Да, ну то есть он все равно бы, скорее всего, погиб даже после Иула. Но в любом-то случае... Ну да, но... Может, кулдаун был? Может быть, что-то еще вкастовал там. Непонятно. Ну, вообще... Вроде не было кулдаун. Последний раз он Юлу юзал, когда не убирали аппарата. 30 секунд прошло уже давным-давно. Вроде как да. Ну что, Рошан падает, забирает его опять-таки Сикреты. А Куроки будет теперь с Аэгисом 18 тысяч. У него сейчас станет Нетворса. Да. 18 тысяч у Куроки. 18 тысяч у Куроки на Террор Блейде. Когда самый оформленный герой у ЕГЭ, это 10 тысяч у Дэс Профит. Ну и как бороться с Террор Блейдом? Ну это 3-0. Непонятно. Это просто 3-0. Это 3-0, причем какой-то очень бесшансовый 3-0, собственно. Без борьбы, без интриги, без... Блин, это почти самый тухлый матч за... Самый легкий матч, да, да, за ЭС Турнир. Действительно, пока эта игра выглядит... Даже ЕГЭ Not Today была. Даже ЕГЭ Not Today, да, была интересная игра. Тут пока... Ну хотя первая карта там была такая. Ну на... Ну вообще вот такой вот я только что кушал и думал, блин, вот если бы первую карту выиграли ЕГЭ, было бы то же самое, но наоборот. Думаешь? Вот мне кажется, что вот то же самое было. Что там многое зависело просто от победы на первой карте. Может быть. Ну здесь Зай просто уже в солну убивается. Типа пеет и уходит. Да ты что? Да не, не уходит. Ну почти, почти его поймали. Боролся. Щелкнули этого ястреба, сбили его, скажем так. Не забывай, что это лев, а не ястреб. Да, это лев. Львиный ястреб. Да, это уже похоже как раз таки на Монтикору. Лев там с крыльями и так далее. На что-то такое. Но Зай, в общем-то, он пытается что-то сделать, видимо, до конца. Пошел где-то и разменялся, в то время как его команда, которая должна пушить и что-то пытаться навязывать, что они просто фармят, просто фармят против Террор Блейда, просто фармят против Тайдхантера, просто фармят против Разора и Оперейшн и Дизраптора. Короче, они просто фармят. Они просто фармят против героев, которые их через 10 минут убьют. Они их уже фактически через атаку убьют. Ну не через атаку, но буквально нажав по одной кнопке. Буквально нажав по одной кнопке, убьют. Они всех вот сейчас приносят себе на Тейл Аганим на Дизрапторе. Агонин на дисрапторе Это ауешный бум Для тех, кто забыл Запамятовал или может быть не знает Не дает тебе поднять все ветра Не дает тебе включить БКБ Не дает тебе что? Ничего Единственный способ спрятаться Это убежать из этого ульта Или нажать БКБ до ульта Учитывая, что он Обычно вешается вместе с Кинетик Филдом, то убежать Н невозможно Убежать невозможно Заюзать ничего невозможно, если ты не нажал БКБ заранее Поэтому это очень сильный ульт В комбинации с героями типа Тайтхантера Это мега сильно Он очень крут с паком агонимным Очень крут с агонимным паком Тоже Очень крут он с Сиреной, с Нагой И с любыми героями, которые ставят по ОЕ Там с тем же Вайдом Тоже нормально Вот он Рэмвейдж, ни в кого Фир успевает прожать БКБ Точнее там Зая Достали краешком Ну Симба в этой игре прям совсем голимый Вот прям вообще Тайтхантер Правда там был хороший один в миде Возле Т2 Тавра своего один рэвейдж был А все остальное какая-то такая вот тоска, беда, печаль Да, Фир отлично тут среагировал Прожал БКБ Вот если бы он не прожал БКБ Его бы скорее всего бы засунул в свой ульт Дизраптор С агонимом и Фир бы там расклеили Но все равно смогли забрать одного лишь Тайтхантера Но это все равно, это все равно более-менее Ну к уроке 5 тысяч И БКБ уже есть И еще 5 тысяч То самое БКБ и те самые 5 тысяч, которые скорее всего он потратит на бабочку Вряд ли он будет придумывать велосипед и собирать что-то другое Бабочка Ну МКБ там не соберет точно никто абсолютно Может быть В далекой, далекой перспективе Брюмастер на 65-й минуте Ну да, да, да Брюмастер на 65-й минуте Как бы Но разница уже в 9 тысяч И сейчас будет 10 тысяч нетворца между Куроки основными героями Да и Ну тут короче Ну правда Сикре там тоже не стоит, да Вот так играть расслабленно, как они иногда тут помирали, бегали Ну конечно не стоит, естественно То есть опа, Артизи Артизи Есть у него все способы не умереть И он ничего не нажимает И он попадает в тот самый Ну что такое? Артур, ты чего? Ну вот думал Артур Все нормально, у меня есть ветра БКБ Но тут опа, нельзя нажимать ветра, нельзя нажимать БКБ Ну да, видимо вот настолько Как бы Натейл уже палился с этим ганимом на линиях Когда нападали вот там на Фира С этим реведжем Татьхантера плохим Неужели никто Ну то есть никто не получается Даже не прокликал и не сказал, что есть ганим Настолько вот ЕГЭ не собраны Столько они не хотят побеждать здесь Ну может и хотят Ну нету Ой вот он еще Глимс И привет ППД Привет ППД И Ну а что? Ну можно писать ГГ Падает Т3 Падают Бараки Притом народно Там ворвался у нас Зай Ворвался Фир в БКБ Утонул счет Ой что это вообще такое Ты представляешь? Фир просто убегает Синий паночкой своей в инвизи Потому что понимает, что это Куроки бутерфляй себе принес Да, прям посреди замеса Залетает Курас с бабочкой Ну теряют одну сторону И ППД пишет ГГ ГГ Секрет Тим занимает третье место на саммите Ну мы видим радости особо много нету Конечно Ну да Это третье место Они первые Ну в принципе естественно Довольные тем что Это деньги Опять таки мы помним 44 тысячи А не 28 Да Или сколько там Ну ты знаешь Честно Такие победы Ну я говорю Этот матч он не нужен Вот серьезно Я не считаю что Нужен матч за третье место где-либо Меня ужасно бесит матч за третье место На чемпионатах мира по футболу Это единственные крупные соревнования Да по футболе Где есть матч за третье место Потому что это тухляк Ну да На большинстве турниров Это просто тухляк Давно практика того что Команды просто делят третье и четвертое место Да Какого-то определенного матча Там за победу не играется Другой вопрос Что Все-таки Нужно наверное стараться Отыграть везде Ну не знаю Короче Им надо было сделать Гранд финал Бест оф 7 И не играть Матч за третье место И все Вот скорее Это было бы круче Наверное Наверное То есть по времени Это было бы столько же Они бы сделали 4 матча Потом обеденный перерыв Еще 3 матча Ну там типа А между этими командами Сделали бы не 44 и 26 А добавили бы их там 44 плюс 26 Сколько там будет 70 Ну и по 35 будем далее Все были бы рады Все были бы довольны Я согласен Ну вот получилось так Ладно У нас сейчас будет 40-минутная пауза Ребят И последний Решающий матч За 140 тысяч долларов Первое место Клауд Найн Вичи Гранд финал Саммита Ну Давайте мы Наверное Ром поставим 45 минут таймер Да Что в 2 часа По местному времени Должна начаться игра Ну и мы С вами Вернемся Вы никуда не уходите Но это понятное дело Гранд финал Мы Каспера позовем Да мы Каспера позовем Вот сюда посадим И будем его бить Каспер 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 Призовем Перезовем его Да все Никуда не уходите Клауд Найн Вичи Гранд финал Саммита Через 40 минут Стартуем